Итак, с вами ГубГ, мы продолжаем играть в бета-патч в Виктории 3 за Россию И у нас перед нами стоит большая такая война, которую, я думаю, мы без особых проблем победим Хотя противников много, но будем справляться с ними по одному Вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем, поехали Ну и вот я вижу, что сюда перебрасывают еще войска и австро-венгры, и египтяне Но этот фронт нам не сильно интересен, нам быстрее интересно, на самом деле, именно Египет капнуть И какую-нибудь Францию, поэтому мы сейчас над этим непосредственно и работаем Начинаются здесь бои, но, господи, посмотрите на это Выглядит как просто мясорубка, в которой мы рубим австро-венгерцев, да Именно так, огромные стаки на нашей стороне, видимо, из-за того, что у нас здесь очень большая инфраструктура Она вроде как влияет сильно на размер битвы Поэтому вот так все оно и получается Ну да, тут шансов победить у них нету Сейчас они, я думаю, будут просто в панике убегать Мы тем временем маленькие провинции Франции забираем в Африке Уже будем делать полноценную выстку Ну и да, здесь пока что просто чилим Здесь тоже будем делать выстку, как там все доедет, я не знаю И готовимся быстрее в профилактику малярии Нам нужно забирать Африку Слушайте, выстка успешна Более чем, я бы сказал Здесь только единственное, у меня почему-то как-то очень странно Войска разделились Здесь тоже успешно пробиваемся Дадим, наверное, здесь немножко покушать им Но в целом я хотел бы, наверное, в эту сторону захватывать Там вроде как просто будет И мы можем сделать еще одну компанию Кстати говоря, мы можем сделать огромную производительность Тебе топлива Но это, кстати, румынское Потому что мы контролируем краски и стены месторождения в Румынии Но, наверное, нет Вот это тоже выглядит очень сильно Это очень жестко Просто почти тысяча фабрик Потому что здесь еще и моностроение То есть сюда еще не записываются моторы Но их тоже будет бафать Это очень сильно Но баф не такой большой Может здесь есть что-то интереснее Я вам все показываю Не пропускаю Потому что я сам не знаю, что тут есть Бюрократик, кстати, тоже очень интересный может быть баф Но, смотрите, самое интересное Это военные бафы Но так, ну, не бафнуть себе вот это все Но это было бы слишком грустно И у нас сейчас вот этот баф пропадет Потому что у нас дерево уже не такое производительное Наверное, давайте для этого праздним И дадим уже набираться к какому-нибудь еще ГСМ добыча вообще неплохо Но, наверное, нет Наверное, пока еще у нас У нас самих не так много производства А только ради продажи Зачем не суперинтересно И вот что мы можем забафать себе Еще больше железа Еще больше свинец И потом сталитийную промышленность Либо делать то же самое с углем Блин, все очень кайфово на самом деле Действительно Ну, слушайте, я хочу себе взять, наверное, минус радикалина У меня что-то радикалов развилось в стране Ладно, шучу Берем, конечно, уже сталь и железо В общем-то, производительность нам очень нужна И какие же у нас прекрасные цены на все, я вам скажу И да, произошло то, что, я думаю, произойдет Нас просто с этой стороны дожали Пока мы в эти войска были на правом фланге, так сказать, здесь В боях Левый фланг Позахватывали до них Таким образом им заставили сбежать Классика этой прекрасной игры И да, здесь Тут тоже уже стало классикой какой-то непонятной Смешной В любом случае делаем данный выстав О, здесь они возобновляют наступление Австро-Венгры Как будто почувствовали, что могут что-то сделать Но нет, ребята, вы не можете ничего сделать Давайте, до свидания Вот сейчас я увидел то, что мне не нравятся абсолютно Финны Я так понимаю, забрали Да, наши войска себе в атаку Но это не должно так работать Что твой союзник Особенно твоя марионетка Забирает твои войска, чтобы идти в атаку Ну это же чушь Мы, конечно, скорее всего здесь победим Потому что у нас все хорошо Но я не хотел здесь наступать Моими задачами было В других регионах сейчас попробиваться Точно не там Ну, получилось уже как получилось Юра Коммерческое сельское хозяйство Теорию у нас дворя не должны теперь вообще смерть получить Но оно и к лучшему Да, теперь у нас публичная компания Прелесть Ну и тут профилактика малярии Хоть и с запозданием И переплатой И мы с игрой еще и небоскреб построили Прекрасно, на самом деле Теперь мы можем Планировать больше Теории На практике Как будто пока нет Сфер на фабрике Дорога в прогрессу Ловится повышение уровня Да Звучит приятно И реально, смотрите Какие чудеса делают с нами Часное строительство Но поощрение это оно У нас рыночные цены Все Супер дешевые Но это, конечно, еще факт того Что у нас рынок Такой большой И самое главное Несмотря на то, что у нас огромная экономика У нас все еще люди достаточно бедные Из-за того, что им просто нету работы Им нужно выдать работу А у нас крестьян Почти всегда остается 15 миллионов То есть Как будто Типа им нет работы Хотя, ну Она-то 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 есть Мы ее пытаемся строить Но Нет мест И получается таким образом Нету мест получать зарплату И нету зарплаты Чтобы создавать спрос Который бы создавал Как раз к необходимости Строить какие-то дополнительные места Так что пока что В основном занимаемся углем Потому что на угле спрос Как видите Уверенный Поэтому Так вот, кстати говоря Здесь В данном стыте Угольном Не стоит строить Там все 20 тысяч населения Но Кроме того Да Нужно побольше Это даст Рабочие места людям И строим еще больше секторов Чтобы Еще быстрее Эти места выдавать Как говорится И слушайте С Египтом Мы уже Замирились Он Отдал нам Синай Давайте-ка здесь Быстренько Заберем еще Вот этот себе Синай Который был французским И да Теперь нам нужно Со остальными Подмириться Ребятами У нас Фарскор в минус Почему-то пошел У нас все Сейчас Да Сбежали с фронта Сейчас Очень Успешный момент Чтобы Нас запушили Но в любом случае Мне нужна Молдавия Окей, тогда мы делаем Сюда Трагическое направление Трагическая цель Войска убегают Непонятно куда Штабы возвращаются Нет, пожалуйста На фронт А на данном фронте Давайте уже В наступлении Идти Почему бы нет Мы точно выиграли То, что мы хотели Можем Все говорят А вот В этом плане Это удобно Ты можешь Именно одним генералом Приказывается наступать И ты будешь уверен Вроде как Что именно он возьмет Роль лидера И именно он будет наступать Допустим Видите, вот этот Парень очень хорошо Сохранит боевой дух И при этом Еще имеет плюс Атаку И плюс Еще дополнительные Шансы Хорошо Проб Ложитого Сражения То есть Неплохо Но у нас Вообще Почему-то Не идет Прогресс Ладно Допустим Давайте поставим Всем наступать Может это меняет Ну вообще Очень отвратительно Конечно Выглядит Кайвейная система Но хотя бы Хотя бы Она работает В том смысле Что Хотя бы Видишь Что у тебя происходит Происходит Какая-то чушь Абсолютная Невнятная Но она хотя бы Так сказать В ожидаемых местах Вот битва Допустим За ожидаемый регион Наконец-таки Хотя бы Что-то у тебя Традируется В твоей жизни Кстати Там какая-то война Опять в Германии Но это мне интересно Ну и нас Намного больше И по качеству Мы им не уступаем Даже в наступление Против их защиты Прекрасно Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа чушь все что я могу на это сказать давайте с этим оборону станем вы моим тут немножко срать и в остальных регионах тоже творение хотят голосуют в земле владельцы нет ну смотрите мы теперь выигрываем но у меня есть такое ощущение что мы-то выигрываем то что игра поняла что мы так все-таки побеждаем контролируем какие-то цели но вот это тоже не отнимал типа это все еще будет работать и получаться я думаю к моменту когда станет только войне франция мы видимо капитулируем франция потому что мол проиграли войну какая же отвратительная система хотя я надеюсь что франция там есть какой-то свой счетчик который мы конечно же день когда в жизни увидеть не можем и может она тоже капитулирует даже еще раньше чем острове нгри там это целево и мы тоже контролируем с францией посмотрим о чем переходим на фотографичный искусств теперь у нас инструменты еще идут в картины картин становится еще больше какая прелесть и хочется их всем продавать а все и так покупают еще мы можем кино сделать конечно или нет ну и но поинтересно звучит и так австрейн грек капнула я так прямо у меня сейчас еще хуже да будет соотношение потерь ну конечно теперь австрейн гринит и теперь у нас вообще все ужасно ситуация как будто чисто ну в один француз убивает 10 не знаю ну да 10 русских и при этом еще остается живых соль шраненом становится все армии сразу двигаются поля боя по приколу не знаю зачем они это делают вот просто них у них я так понял скрипт какой-то видимо это сделано чтобы типа и группу было проще но как он работает судя по всему у тебя конце когда автоматические замерения у тебя все армии возвращаются в домашние штабы а то что там еще десять каких-то военных лидеров ног будет это ребята другой вопрос это мы не обсуждаем благо хоть и что то же самое делаю это автоматически и после этого почти вообще ломается у пруся капнула невероятно ну и что вопрос успеем ли мы что-то сделать не знаю что мы контролируем вроде как все цели войны у нас контроль огромное количество франции но из-за того что я пошел нахуй из-за того что у меня потери считаются против непонятных потерь да 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 круто но я сделал так туда так обратно и замерился капитуляции франция потому что на это на это просто чушь это просто чушь как это все работает то что мы не проигрываем практически ни одной битвы по им против нескольких стран побеждаем всех экономику нас просто развивается прекрасно наш долг только падает ну по стране своего поведите мы всегда почти что минусе но при этом у нас всегда небольшой лишь долг и при этом всегда развиваемся так и должна принципе жить с экономика и мы можем также начать строить советский канал давайте так и сделаем 219 недель это займет некоторое время но это будет того стоить я думаю и смотрите что делают наши частники они решили в галиче построить 20 электростанции понимаю понимаю ладно еще забавный факт у нас на аляске теперь живет уже 1.13 миллионов населения для сравнения здесь живет три всего миллиона и в москве 5 то есть вы понимаете да аляска это просто гигантский на самом деле стоит у нас сейчас там очень много населения живет вполне себе важная часть российской империи в нашем случае достаточно хорошо развитые здесь много и производства и ресурсов и переработающей промышленности приятно и подстраивая вот здесь вот правительственные домики нам нужно больше бюрократии чтобы расширять от нашей колонии вы поставить себе плане направление побольше дэй вот это тоже стоило бы все улучшить конечно и пробуя перейти с религиозных школ на государственное чтобы полностью избавиться от влияния православных в нашей стране потому что они будут нам блокировать в будущем нужные законы как и дворяне эти эти у нас как видите уже особой властью не преобладают а вот про союзы мы начинаем немножечко немножечко поддерживать если надево стали коммунисты ладно видимо финны не сильно хотят оставаться независимыми раз они такой фигню допускают сразу после этого мы пойдем их и присоединим чтобы такого больше не было блин и победили мы финских коммунистов но 10 бесчестья за то чтобы анонсировать финлядию слишком дорого ой смотрите у нас есть эволюированный протекторат видимо из того что мы сделали вот раз таки себе почти праймер сделали канал и теперь у нас есть то новые квесты я очень верно что там это нужно прям такие ну можем сделать через два годика у нас тут чуть не начали революцию но я придумал что сделать да я просто решил этот вот закон пробовать принять нас шансы на него уже неплохие на самом деле и самое главное это дало бы лояльность принципе это уже дало лояльно серианам и профсоюзом следовательно у нас перестали они хотеть восставать если примется будет будет очень хорошо конечно о достаточно редкий ивент я такого никогда не видел раньше либо видел но не помню 20 процентов за престиж плевать на престиж 20 процентов надо еще четыре таких дайте я все приму и мы себе открыли новую артиллерию соответственно можем начать апгрейдить видимо да вот этой кнопкой которые на русском не имеет текста когда-нибудь я думаю они его ведут но я бы их за это слишком сильно не ругал потому что все-таки открытая бета и логично что ты в открытой пете не будешь спешить делать какой-то текст для того пути вообще может были даже не быть можно и что-то могут переделывать еще что-то то есть локализация для всех этих кнопок пока других языках можно и не ждать это нормально ну что я думаю давайте наверное будем включать в колонии потихоньку то все еще займет большое время но почему нет почему нет собственно говоря можно туда тоже в чем проблема почему от не включение это образование там люди не имеет образования а наши видите ребята туда инвестируют что-то там стоит и работе кто не хватает потому что нету образования работников получить и деньги они могут тоже нормально получить что-то надо наверное подключать чтобы там работали все наши институты если говоря наконец-то возвращаем грецию в таможенный союз слава богу а британия взяла и пересенул на скандинавию на самом деле кстати захватывало немного немного многое бы так сказал в южной америке что мне все это не нравится особенно конечно же вот это вот но мы сможем это вернуть и мы переходим на невероятный скачок в технологиях скажем так добавляем себе телефоны только не говорите мне что телефон этот господи телефон это тоже продукт местного это было моя почта если что этот продукт местного типа как и жд это было бы просто отвратительно мне очень не нравится как это сделано что раньше ты его просто производил а теперь теперь его нужно видеть локально типа мол телефон это это здесь ты строишь надеюсь нет а слава богу телефона можно производить от централизованного что централизовано производить все в этой игре выгоднее чем где централизовано следовательно хочу я все сделать в одной стоите один ресурс грубо говоря его потом раскидывать это намного проще 3000 казуальные цифры а также мы откроемся пищевой пластики и у нас производство стекла просто еще растет больше теперь отсчет не хотать гсм но это именно то что у нас есть в просто гигантских количествах просто строй и не перестрою заказываем себе кучу нефти теперь надо нам значит не нужно столько домиков нужно часть из них снести причем не маленькую часть желательно вообще там где они уже и не нужны то есть смотрим вот так допустим эти здесь 30 домиков нам все столько и не нужно это все строилось чтобы как раз таки бюрократия получает но так как теперь бюрократии более чем достаточно это все можно забыть в игре оставляем потому что они имеют там бонус из-за небоскреба просто ну слишком дорого было как видите очень много это теперь требует денег но мы довели все до таких относительно нормальных уже цифр ну что давайте сделаем египте протектора там у нас хватает на это бесчестия есть такая миссия давайте сделаем посмотрим что это даст это конечно же австро венгрия ждем францию да а а вот и франция почему они этой херни занимаются и я понятия не имею но они бесконечно продолжают я пожалуй что в этом этот раз сделаю и так тип политический факт наверно скоро должен заканчиваться или нет по идее да давайте посмотрим написано до какого числа кстати говоря в теории до перемирия то есть да они уже должны заканчиваться я наверное не буду продать просто чтобы быстрее закончить эту войну хотя но не она даже наказать и шик за такую херню верно ну как без репараций хотя бы и до африка по ощущениям реально сломано то что франция проигрывает здесь какой-то иишки африканская вот это вот видите это выглядит очень смешно война началась и фронт достаточно стабильный главное чтобы финны не байтили нас на атаку вроде не байтят и сами где-то переходим в наступление вообще наверное не стоит стоит давайте посмотрим как есть еще будет продвигаться что у нас этим вот даже побеждаем здесь мы сейчас задушим их единственное да так главное чтобы не случилось какое-то стране сюда перебрасывать к но не немножко долго передвигаются а в итоге в итоге говорят старина шелка ты отсюда мы с другой стороны провинции забрали все теперь здесь фронта нету а ладно что мне поделать я делаю просто выстки и кстати до француза бы ужасно подушить пораньше она флота также стоит по классике вот сломан и ним какая же эта игра сломанная господи а еще могли заметить что у нас до хренища радикалов я подумал что стоило бы на фоне этого сделать вот так наверное и немножко поизбавляться я больше потребительских налогов накинул чтобы как-то это компенсировать и уменьшил стройку вот таки блин вот эта фигня мне не нравится меня немножко напрягает надо радикалов уменьшить как-то а вот слои листов наоборот увеличить по той же причине я сделал правительство законом ну и здесь мы до 130 к наш высаживается без проблем для даже девяти нету но дивизии господи о распространение технологии свобода слова принято вау действительно вау я тебе не смогу изгонять 10 этих агитаторов к сожалению очень грустно на самом деле очень грустно и мне нужно как-то сейчас забалансить этот вот ситуация где православными хотят сыграть но если я внедавно буду их поддерживать то место жрут остальные но это ки тут главное сейчас радикалов уменьшить и все должно стать нормально на самом деле какой активный здесь фронт боев куча среднем мы скорее побеждаем хотя конечно где-то бывает эти ну вот так очевидно сложнее поэтому а к себе но при не побеждаем сам главный гиби сейчас полностью захватим и кстати говоря армия до продвигается отлично до страны придут французы почему-то вообще fk ишка на французе по ходу сломался просто на всю партию но если нет кто-то начал сойти и острый на сейчас сюда приходит а мы на это делаем правильно делаем высков в другое место теперь и реальными а тут армия постоянно сбегает в прибалтику сюда вместо приходит 150 армии вот отсюда зачем-то также отвратительно все все еще работает неудивительно мою страны накопнула это немножко упростит нам ситуацию хотя цепь толь на ничего не поэтому теперь надо просто францию тоже выбить где мы сейчас займемся ну и и поэтому так или иначе вывеску с армии сюда придут или они идут ну да вроде туда каким-то абсолютно для меня способом испании вот оккупация получила это же испанский флаг да что тут происходит из этого у меня фронт пополам разделился я вам говорю что-то с этими оккупациями сломана постоянным двойнах хита невнятной оккупации везде бегут так с египтом покончено выполняем мы еще и миссию паски мы начали проигрывать и матери на таймере сразу как замерили с остальными странами потому что теперь уже мол мы практически проигрываем но ничего ладно франция застся быстрее уже в этом белый мир нам предлагает франция а обязательно что ну нет со стартные иишки смотрите вполне себе 37 31 до 20 до белый мир подходит как мы даже чуть-чуть проигрываем франции но что это вообще блять за чушь просто ну но нету других слов просто абсолютно какая-то чушь их компания себя разблокируем и да наверное стоит либо гсм взять либо на лояльность что-то пример вот это вот на ткани на минус радикализация от снижения уровня жизни то что нам наверное надо в нашей ситуации и ветра перемен в афганистане ладно мы еле еле ребята просто вот но на на крапелечке мы смогли из франции почему-то опять здесь окупаться далась испании они нам я не знаю что в этой игре происходит я чувствую следующей серии наверное будет последние принципе уже и по времени подходит но просто смотрите на этот чушь мы оккупировали всю францию там ее колонии какие-то туда-сюда там острова и мы совсем чуть-чуть еле-еле успеваем заставить францию капнуть потому что что потому что вот эти потери у нас мол есть и это так смешно их сторона проиграл 8 процентов сражений типа я так понимаю они как-то сделали новую систему чтобы она рассчитывала потерям и по сражениям но но мы выигрывали сражения мы носили им больше потери но эти страны вышли из войны и все они было говорят игра хотя если сравнивать получается да со всеми битвами как как-то короче супер в срато сломано все ладно любом случае цели усови добились репарации получили это нам немножечко экономику под освободит таки я хочу посетить дальше на низком налогообложения самом чтобы лоялиста все нас фармить радикалов убрать все так кстати говоря густит уровень жизни и немножко наверное спрос на товары тоже получается так что для экономики это в целом достаточно нормально только нужно нашу вот этот вот немножко привести в порядок на что нам в общем-то вот эти ну и сейчас скачаются они нам должны помочь неплохо с вами была бы следующая серия дума будет уже последний обязательно подписывать если вы черт не подписаны логиками тарифе дискрут бусте все ребят как обычно и до скорых встреч всем пока